привет привет друзья вы на канале белый ежик с вами дмитрий а мы тут с василисой в поисках черной книги которую у нас утащил александр эх сашка негодник бродят брудят у него в голове какие-то революционные идеи говорит с помощью книги сделаю так чтобы черти работали а люди отдыхали как бы она знаешь наоборот не получилось люди будут копошиться черти ими управлять ну не знаю не знаю найдем объяснимся а сейчас мы забрели в галерею в галерею где где знаешь на стене великолепные работы висят а все эти персонажи все эти персонажи знатки люди говорят никто иные как разработчики эти игры представляешь осмотримся наверное осмотримся ух подожди 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 вот так прям отсюда и начнем да может даже подписано нет батюшки но это на это наверное это наверное директор никто иной как директор это точно только перед директором дара свечку ставят цилиндр вижу какой огромный а это наверное кто-то по работе с общественностью может ну это не знаю маркетолог может быть на техподдержка продюсер наверное ну сценарист до охрана ух это что еще наверно один продюсер а это та которая грехи прощает да списывает все это что за личности такие к чему пришли к чему мы пришли боже мой а это кто ну кто это такое арт-директор так ладненько покинем местность вы можете продолжить путь точно точно подожди может не они не подожди 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 может здесь есть что-то что что мы должны заметить да нет наверно нет идем вы можете продолжить путь так и сделаем наверно подожди куда вернутся продажи продолжить путь библиотека так это мы это куда мы идем а куда нам идти продолжать посещен а вот здесь мы не были да совсем близко остался через этот длинный коридор и мы в кабинете извилистые коридоры поместья кишат чертями как углы под печью тараканами нельзя сказать что они занимаются вредной работой бесы драят полы и натирают до блеска медные ручки вычурной мебели здесь же нечистые оказались смелее заметив вас они устремляются в нападение какие воспитанные черты ну хорошо к бою и не что иное как пазл конечно да и один ход не долгий пазл но он решается понимаешь за один ход за один ход весь ответ его здесь да ох какая хворь я с этим никогда не работал с шупами со всеми остальными двадцать четыре восемь восемнадцать ничего себе переполох ну проще простого три всем противника на подожди если враг погиб нанести всем оставшимся пять вот как убийцу нанести урон равное количество слов в заговоре уразы а хорошо шипы слушай ну шипы ошибку будут работать шипы будут работать наверное же будут хворь ну подожди хворь а успеет ли хворь успеет ли эти черви нанести хворь наверное хворь нет мы прямо интересно давай попробуем шипы давай попробуем шипы если шипы то значит я расстанусь сразу же с этим чертом правильно у остального у другого останется 8 другого 14 ну так же это будет если враг погиб не 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 подожди подожди если враг погиб шипы же у меня здесь о не знаю не знаю нанести урон равное количество слов в заговоре умноженное на 2 то есть пять десять как быть ну давай допустим урон заговора 4 потому что два слова блин так а ну подожди что же будет урон заговора 10 не 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 так не получается если враг погиб нанести всем оставшийся врагам хорошо но даже если 10 то при шипах он помирает вот что с этим будет что будет с этим то есть это допустим сюда допустим сюда наверное это нужно брать сюда бить давай посмотрим что получится из этого 13 вот этот остается нам хорошо хорошо повторить сражение повторить сражение нужно сделать так чтобы у него осталось 10 чтобы у него осталось 10 но в любом случае шипы черви тут будут уже ни при чем они наверное будут не нужны они же не увеличит урон блин или увеличивает не знаю допустим давай начнем так змея опять же идет сюда может почему здесь эта карта если враг погиб нанести всем оставшимся врагам что же делать что же делать ну допустим это мы все сюда и это мы сделали все как прошлый раз да получается 10 у него остается 14 подожди шипы 2 6 так хорошо мне интересно будет ли работать хворь просто проверю сейчас как работает хворь потому что с этой карты не знакомы то есть и то есть хворь дает эффекта значит тогда шипы отмена ты что как пропустить нет не пропустить ни в коем случае так допустим так хворь так не подожди вот так вот так вот так не так не хватит а нет хватит 3 хорошо вот так вот ушел отлетел и этого больше нет ну тут проще простого проще простого то если если узнать как работает хворь жест 600 опыта 600 опыта и мы идем дальше да кабинет александра александр у себя в кабинете он и не подозревает что я на свободе я и прошка мешок вы входите в кабинет александра он смотрит прямо на вас и ничего не видит цветок папа разастил ему взор стол завален исписанными бумагами чертежами и магическими книгами ваш пленитель расхаживает вдоль кабинета бормоча под нос что-то несвязное словно заговор хорошо что он не видит говорить я пока с ним не буду я просто осмотрюсь вокруг и мне очень интересно где книга моя и очень интересно что это за мешок на который так уж нацелилась камера а ваши вещи это мои вещи это ваши вещи которые отобрал александр можно попытаться их забрать но вы понимаете что тогда невидимость дарованная папоротником спадет секунду секунду а это на портрете другой александр на тезка чертежи здесь рисунки какие то как будто механизмы которыми бесы должны управлять это что какой механизм странный и черти в нем крутятся портрет на александра похоже такового колдовства я не знаю за спиной александра большое застекленное окно прямо под окном железная решетка с торчащими кольями оооо ну зачем же так это на что намек что я его просто столкну в окно и он упадет на эти колья и все что ли прямо под окном железная решетка с торчащими кольями да нет да нет конечно это все он пытался желание составить но у него что-то не выходит не получается ваш пленитель нервно прохаживается по кабинету пытаясь придумать идеальную формулировку желания не 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 ваши вещи которые отобрал александр можно попытаться их забрать но вы понимаете что тогда невидимость дарованная папоротником спадет забрать весь в трудах аки пчела что как да вот так василиса ты как откуда кажется невидимость пропадает если я заговорю с человеком вот и наш дружок товарищ наверное думает что ты божьим словом переместись неужели это тот самый магнетизм перемещающий людей предметы о котором я слышал так много не твоего ума дело а теперь отдавай мои вещи и травы пока живой а чё ты просто так не взяла их пока тебя никто не видел как видишь у меня достаточно сил чтобы справиться с твоими жалкими преградами да василиса с этим я не могу спорить но и согласиться не могу что будет если я верну тебе предметы отправишься к пряхе не испытывай мое терпение пусть ты даже отдашь себе книгу это не то чего бы хотел твой наставник думаешь зубы мне заговорить да да уверен он хочет того же что и я бессократии бессократии некоторые демократии а вот бессократия как это дед Егор не хотел бы мне книгу вернуть да он сам мне ее и отдал уверен у него есть на то причины немаловажной могла стать моя благородная цель да я и сам рассказал ему про бессократию когда он запер меня в вашей избе и еще раньше он нам про свадьбу твоего николая поведал что что ты несешь александр этого не может быть плохо ты знаешь своего наставника василиса врешь все врешь не веришь спроси упряхи где она мою книгу держит в своей избе где еще но ты ее не одолеешь все еще не видишь мою силу вижу но спряхой тебе не сравниться она может и отдала мне бесов но не лишилась всей своей мощи не пытайся меня запугать я лишь предостерегаю это у меня Евлампович наставник да у него пряха эм что за бессократия то что за бессократию ты выдумал да признаюсь над названием стоит поработать но сути это не меняет представь наша родина где правит самый сильный и самый мудрый колдун и сила его множится ведь он передает бесов по наследству своему преемнику следующему по силе магу да только киловязов за место царя нам не хватало не забывай бесы будут выполнять только полезную работу да да Александр и это возможно да ты и сама наверняка убедилась если видела хоть толику того как я распорядился своими бесами ну с этим я знаешь поспорить не могу но все равно ты видишь они у тебя очень агрессивно настроены вот некоторые взяли на меня и напали побросали тряпки и на меня побежали еле управилась не поверь бесократия в России возможно достаточно открыть последнюю печать в черной книге ой я уже не знаю может действительно возможно довольно хватит с меня твоих рассуждений я вот додумаю все таки наверное не зря не зря мы не открыли окно возможно потому что столкнуть его на колья это была бы плохая идея хотя бы ну хотя бы я наверное это не делала да ну может быть случайно образом сквозняк как нибудь и он бы сам бы вывалился туда даже не знаю что с ним делать меня забавляет это его хвилософ трижды мы с тобой встречаемся дока на доку четвертого раза не будет давай попробуем переубедить Саша вот давай сядем спокойно и поговорим Александр переубедить ведь нам не о чем спорить конечно ты решила отдать мне черную книгу распрощаться с желанием нет я про другое ну уж не нет желание я не отдам но возможно смогу убедить его по другому как как благородство угрозы наверное нет пряха книга не нужна может быть действительно книга не нужна ты хочешь без Сократии и ждешь для этого книгу но она тебе не нужна да очень странно но очень странно но мы с Василисой догадались как то как еще я подчиню бесов ты подчинил достаточно взгляни на свое поместье конечно у тебя тут сплошная бесократия вот и все черти растят травы чистят полы твои что тебе еще надо а ты только научи других колдунов да бесов отбирать я умею непослушных в чучело или в другие клетки звучит разумно ты сам выполнил свое желание зачем тебе отбирать мою книгу мне надо подумать некогда думать пряха печать откроет хорошо я помогу Александр отдает вам вашу сумку с травами и артефактами желает удачи и обещает помочь в доме своей наставницы затем вы договариваетесь о встрече на месте медлить нельзя пряха не должна открыть последнюю печать ну так что давай и не медлить некогда домой то возвращаться нужно поторопиться за книгой хорошо что я уже у пряхи то была так 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 слушая поливает как дождь а ух быстро там с чертями разберемся федор кривой макарка бессмысленная работа где ты федька отправить макарка отправить рожки ничего вася ты без книги посильнее любого колдуна не ну книга то со мной уже книга то уже со мной книга со мной все нормально вон санька одолела сейчас и у старухи книгу отберешь макарка главная беда у нас это дождь да всю шорстку выучили тьфу ну тогда сидеть не будем путь в путь в путь в путь в путь в путь нас ждет впереди пряха нас ждет впереди пряха так складин здесь слушай ну бы это давай-ка я поставлю не зря ко мне он все-таки пришел пускай будет или же опыт нет давай сначала вот опыт я поставлю а когда иду до основного места назначения это наверное изба пряхи ну тогда уже оставим в общем идем сюда к книжнику и мороз пробегает по вашей коже признак присутствия нечистой силы выгляд будь мудрецом выйди вперед купить порча нет ну вот это как бы неплохо чири василий чири чири летучая просто сразу бабах и места ей не надо куплю ну вот пускай будет пускай будет эммм и сейчас в пяти в пентеке зайдем может к торговцу заглянуть без трав то пойди туго с пряхой придется пойдем конечно вы останавливаетесь на окраине села пытаясь перевести дух клубы пара в которой превращается дыхание разрывает в клочья косой холодный дождь изба пряхи уже рядом но вы решаете потратить немного времени на подготовку к встрече с опасной колдун мужики и бабы крестятся при одном лишь упоминании старой ведьмы все знают что встреча с ней может не довести до добра но многие продолжают обращаться к ведуньи за помощью селу не прожить без колдуна разводит руками крестьяне в общем никто мне ничего полез я думал что-нибудь полезное может быть расскажут торговая лавка ах торговая лавка знаешь торговая лавка это хорошо конечно мне бы травница бы не помешала травница чего я не видел в этих торговых лавках все то что мне хотелось мне уже мне уже есть тогда ладно слушай ну все получается покинуть местность к пряхи вещи ну тогда клыки я уберу так ну стоит ли мне это стойкость к статусу сглаз стойкость к статусу яд порча возьму наверное пряха это все таки пряха пряха это пряха порча тоже наверное не помешает ладно вот так пускай и будет а что что с книгой порча не знаю есть ли необходимость в этом цепи крест ну по сути сейчас вот эта карта мне не нужна так как у меня стойкость к порче есть да слушай нет тогда если там же я тоже не только порча да там же и я изглаз знать бы что пряха сейчас будет делать что она будет какие заговоры будет присти да при 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 присти при придет она же может при присти кто его знает что что ладно давай посмотрим пускай будет так пускай будет так вы прибегаете к колдовству папоротника и ладонь пронизывает боль стараясь двигаться бесшумно вы добираетесь до избы пряхи но проскользнуть в дверь незамеченной оказывается непросто у входа нет черепа загадывавшего вам загадки ваше первое появление вместо него перед дверью прямо у входа стоят три человека они сторожат ведущую к дому тропу и осматривают лесную чащу о чем-то перешептываясь ну давай прошку поможем попросим вернувшись ваш помощник сообщает что все три из них вам знакомы среди них акулина поговорим тогда батюшки акулина что случилось то подожди это же матрена что ли кто еще там агафья филипповна вы ну что вы тут делаете крестьянки странно покачиваются из стороны в сторону заслышав вас они вдобавок начинают мелко трястись и что-то бормотать подожди или это не матрена но у нее уже такие же были штучки наверное после бани да акулина что с тобой какой ужас васька помоги ей холдовство пряхи нужный заговор в черной книге лучше нам поторопиться к этой старухе вы вздрагиваете когда акулина хватает вас мертвой хваткой то что ищешь не найдешь тихо 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 акулинушка ты что все напрасно дорога тебе в пропасть зачарованная невеста это точно да матриона в будущем только опасность что то у меня прямо что то самое все мурашки побежали потусторонние голоса стихают и крестьянки продолжают бормотать акулина превратилась в шаман надо ее быстрее расколдовать я и сам не против попророчествовать икоткой но это что то не то вы пытаетесь дотронуться до опояски но заговоры пряхи не дают вам приблизиться акулина откуда поезд пряха дала чужой власти нам предписано быть поймала подарками нашей жизни нить нить жизни отголоски представлены о том что нить судьба человека сохранилась и в чертынских традициях гадание по нитям на то как кто раньше выйдет замуж нередко сбывалось девушки должны были спрятать нить принести ее на гадание и испытать их собирали вместе и поджигали снизу чья быстрее прогорит да и замуж выйдет раньше всех чем тоньше нить тем умелее девка таких называли тонкопряхами умение тонкопрясть одно из качеств повышающих положение женщины в предбрачной иерархии нить с прядиной невестой сжигали и разрывали в свадебном обряде это было символом того что старая жизнь девушки закончилась и начинается новая а какие усилия напрасны неужели печати не открыла ни в небесах ни под землею книгу никто открыть не мог а кто сумел узрел за нею что лишь мрак погибель злобный рок какая опасность акулина годами о ней ты не знала и мелом чертила круги страданий тебя ждет немало господь же тебе помоги не не торопиться и бабусята кто знает что с ними сделает такое колдовство мне нужна черная книга да черная книга у нас Вася черный провал на месте трона пряхи ведет в неведомый мрак затянутой паутиной вы слышите манящий шепот темноты подземелья которая тянется в гулки и глубины черная книга ждет вас где-то там вы пытаетесь осторожно спуститься в голбец колдуньи но сырая земля выскальзывает из ваших рук и вы падаете в холодный мрак ямы болит удара выбивает воздух из груди вы пытаетесь отдышаться но воздух затхлый спертый да затхлый и спертый через некоторое время вам удается подняться и осмотреться вперед ведет черная извилистая пещера затянутая паутиной вы обмениваетесь встревоженными взглядами с вашим спутником и устремляетесь в глубины подземного хода прожка что-то встревожился тоже встрепенулась у него шерстка продолжить ух ты ничего себе тут идти то долго как может закончить на самом интересном месте а подземный лаз не ну давай подземный лаз вернуть черную книгу пряха отобрала ваш колдовской это ну как манускрипт ну черная книга же со мной ну вы чего вещи или я у вещи только травку забрал что ли и артефакты получается да тогда что это при мне если не черная книга просто память подземный лаз куда ведут эти туннели как бы не заблудиться в путь сейчас посмотрим белесые нити паутины свисают толстыми куделями не давая ни пройти ни вздохнуть вам приходится отодвигать одну плотную завесу за другой и вскоре волосы и сарафан покрываются пылью и мелкими пауками хорошо что вам светят глаза мертвеца ведь пронзить темноту не смог бы даже ваш проницательный взор да хорошо что светит глаза мертвеца конечно же вы пытаетесь разглядеть что-то на потолке но он затянут паутиной слушай а может быть вот это вот на кладбище постоянно паук бегал может этот пряха бегала а пряха она же придет паутину правильно тканый станок пыльный закуток ух ну пойдем сюда какая-то тропа нехоженная стоит ли туда осуваться то стоит конечно стоит страшно но стоит тучи мелких пауков разбегаются перед вами вы добираетесь до бледного грота также укутанного белыми нитями и к своему ужасу обнаруживаете три кокона которых безошибочно угадываются человеческие черты ну что ж в первом вы делаете невольный шаг назад когда из кокона вырывается заточенный там паучий молодняк молоднячок то есть от человека уже ничего не осталось да а второй внутри вы находите истощенную мумию низкорослого крестьянина на его пальце в тусклом свете мерцает золотое кольцо боже мой ну вот это вот ну заберу свет на мгновение меркнет когда вы снимаете кольцо с трупа боялся боялся согрешить понимаешь но это же это же не подношение это же не могила да оно уже ему бедному не надо мне видишь пригодилось 35 рублей внутри находится почерневший до неузнаваемости труп ребенка боже мой только белки смотрят на вас не моргая оглушенное зловонием вы быстро отходите от мертвеца давай-ка побыстрее покинем эту местность какие-то звуки оттуда доносятся будто кто на ткацком станке работает в центре пещерного зала пульсирует белесый кокон раздается шелест разбегающихся от мертвецкого света пауков кокон похрустывает паучьей тканью в ритм пульсации ну раскрыть конечно вы дотрагиваетесь до паутины и срываете ее словно саван черт под покровом обнаруживается работающий ткацкий станок истощенный черт из последних сил управляет механизмом на его черной шкуре перевязанные опоязками пряхи кишат пауки высасывая из нечистого последние соки и черта жалко, да? а что там со станком? станок исписан колдовскими заговорами удерживающими беса на бессмысленной работе ткачество начинается с придения нити которую делают из шерсти животных придение известно еще за исторических времен поэтому его отражение мифологии вполне закономерно парки и мойры древнеримских и древнегреческих предания к богине жизни и судьбы одна тянет пряжу символизирующую нечеловеческой жизни вторая наматывает кудельное веретено и так предопределяет судьбу третья перерезает нить и тем самым заканчивает жизнь освобожу я беса вы срываете опояски не веря своему счастью бес взмывает воздух и исчезает в клубах черного пламени на миг ваши взгляды пересекаются и вы видите что-то в глазах демона неужели благодарность? не знаю все равно жалкость под его лавкой обнаруживаются несколько грибов которые вы забираете с собой богомор чё б хорошее да? это ядовитое но здоровье восстанови это уже когда это уже совсем уже нечего будет есть можно и этот богомор съесть все покинуть местность сужающийся путь перетянут густой паутиной белые скользкие нити еще свежи они сочатся бледными соками своего паучьего хозяина вы пытаетесь найти просвет во внезапно возникшей преграде но оказывается что пещерный лаз надежно перекрыт ну можно протиснуться попробовать да? но вряд ли это получится будем здесь же так же кокушкам кокушкам висеть можно разрыв а можно папоротник давай попробуем папоротник вы используете колдовскую силу папоротника и паутина растекается безвредной слизью вот и все чего там сожженные нити в этом пещерном закутке немного паутины ее место заняли причудливые разноцветные нити они гроздьями свисают с потолка и образуют странные ширмы и проходы беспорядочные на первый взгляд нити кажется висят в хитроумном порядке зачем пряхи столько ниток-то разных гадание было такое да гадание но это же это же девки гадали на нитях поджигали их и все такое ну что ей тоже надо но это точно ворожба у нее запутанная наверное она все и узнавала по ниткам какая нить сгорит быстрей тому и сбыться упряхи тут свой порядок сложная какая ворожба в этом пещерном закутке немного паутины ее место заняли причудливые разноцветные нити а некоторые нити сожжены а пол усыпан старым пеплом ах вот еще что ну ладно ну про нити нам то рассказывали покинуть местность хорошо идем в узкую тропу вы замечаете чертей свисающих гроздьями с паутины по углам узкого пещерного лаза сначала вы решаете что это очередные жертвы пауков но вскоре убеждаетесь что эта нечисть еще жива увлечена игрой в карты и не обращает внимание на ваше приближение подожди 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 увлечены картами 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 сейчас мы возьмем что-нибудь сыграть конечно с андропкой он начинает смотри-ка берет конечно козырной чем не забрать да и он еще что-то там сделал сделал с картой у него еще козырная ладно завершить ход допустим восьмерочка королечка не ну давай завершим ход берет ты смотри набирается андропий завершить девяточка королечка завершить тузик ничего себе он забирает нет бьет нет бьет нет бьет нет бьет прямо а еще тузик берет вот вася ходит вася так ладно девять допустим десять блин а не хочется мне тебя заваливать то там десять а еще десять берем да завершить ладно блин что творится туз да ну возьму десять 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 туз туз подожди 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 забери свои тузы подожди ого он там нагрев василиса ходит восемь восемь делаем козырем завершить ход семь десять отбился отбился туз сейчас дело в том что еще пойдут тузы беру а нет десять завершить дама пус шесть завершить дама туз еще тузик шесть еще шесть семь завершить туз 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 Валет, валет. Ладно. Ну, с картой оно и проще было, конечно. А чертишь, они по-другому не играют-то. О, возьму порчу. Возьму порчу, только не забыть бы сейчас это убрать, а это, наверное, взять. Вы набредаете на небольшой пещерный лаз, обустроенный, как обычная горница в избе. Здесь есть и печка, и стол с лавками, красный угол и даже прялка с куделью. Только бревенчатые стены уступили место пещерным камням, на которых пряха мелом начертила колдовские символы. У нас что это тут? Рабочий кабинет, что ли? Старая прялка искусно расписана ромбовидным узором. Вы дотрагиваетесь до кудели, и по приспособлению разбегается стая мелких пауков. Шелест их лап напоминает насмешливый хохот. Прялки тоже магический предмет. Они изготавливались из монолитного куска дерева, еловой копани, сиденья или гузна из корневища, а стояк и лопастка из ствола. Без молитвы начинать прясть было нельзя, оставлять прялку на ночь без креста тоже. Волшебной силой обладает и веретено, именно им в сказках укалывают палец и засыпают мертвым сном. А на ткацком станке верховное божество создает полотно мироздания. Именно на нем чердынские крестьяне делали узоры, наполненные сверхъестественным смыслом. Полотенца выходили из него с одной стороны символом утренней зари, а с другой – зари вечерней. Не случайно именно на полотенцах выносили гроб с телом умершего из избы. Два сшитых полотенца использовали как скатерть, и она играла важную роль во многих обрядах и ритуалах. Странные буквы и геометрические узоры пульсируют колдовским светом, невидимым обычным смертным. Вам не знакомы ни надписи, ни рисунки. Похоже, пряха позаимствовала знания заморского ведовства у своего ученика. Странно видеть крестьянскую утварь так глубоко под землей. Похоже, это мебель, которой не хватает в избе пряхи на поверхности. Ну что ж, пряхин голбец не может тянуться далеко, я должна отыскать эту старуху. Осторожней, Вася, осторожней. Подожди, а мне что-то нужно, мне нужно идти. Слушай, а мне нужно, может быть, так идти, чтобы она меня не заметила. Стоять, стоять. Стой, куда ты... Вася... А что значит? Вы пытаетесь поднять руку, чтобы сотворить крест, но силы покинули вас. Как это так? Вы что? А что значит переплетничество? Не, мне не надо переплетничество. Что значит загрузить, что ли? Загрузить? Да? Сейчас тогда, секунду. Загрузился, но хоть с того места все. Я думал, придется дольше идти. Надо просто идти, чтобы меня не заметили. Вася, а ты сделаешь шаг? Осторожней. Вот сейчас. Вот, все, стой, 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 стой. Стой, 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 не иди, Вася, не иди никуда. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Сейчас, пошли. Увидит, нет? Не, ну Васька у нас стройненькая, ее незаметно. Вот сейчас. Стой. Вот, беги. А что дальше? А что дальше-то делать-то? Придется бежать. Просто бежать. Побежали. Беги, Вася. Просто беги, не смотри никуда. Просто беги. Вот она, пряха. Это ее послушник. Так, а что нам делать? Что, выходить из цели? А, подожди. Она, мы, мы невидимыми. Блин, да что ж такое? Нельзя такое делать. Сейчас нас опять грохнут. Секунду. Все, в общем, в красный свет не попадаемся. Давай, вот здесь стоим. Вот здесь. Вот здесь, да? Пока пряха увлечена, давай быстро, хватай книгу. Хватай. Вот и все. Вот и забрали книжечку. А, Василиса, знаешь, я рад тебя видеть. Давно ждала, когда придешь. Так и знала, что не сможет он тебя сдержать. Сторожаты мои уж давно про тебя рассказали. А Сашка, что сказала, он здесь тоже будет. Но книгу ты ловко забрала. Да, конечно. Не с первого раза, правда, бабуль, но забрала. Это моя книга. Решила, что сойдет с рук? Так ты че? Я тебе ее хотела отдать-то. Только такая могучая вражая, как ты, может с ней совладать. Для мертвой печати нам понадобится колдун. Че такое? Так тут сказано-то, верно? Зрение у меня не то, внученька. Я тебе не внучка. Здесь два колдуна. Думаю, для книги и ты сгодишься. Хе-хе-хе-хе. Находчивая девочка. В общем, чтобы открыть, нужно кого-то сейчас будет. Только я не сгожусь. Я-то бесов передала саньку своей. Не то, что иные киловязы. Не такая я уж и колдунья, Нончи. В общем, все. Она говорит, нет, 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 я не колдунья. Да капрет-то на рост-то не нужен. А я не так помню. Эх, память-то не та уж. Не твое дело. Ну, ну, знаю, что там нужно-то. Вот и славно. Вместе пойдем на росты. Я тебе помогу. Все сделаем, деточка. Не-не-не, никуда я не пойду. Деточка. Ты мне зубы-то не заговаривай. Знаю, что желание хочешь мое отобрать. Зачем? Зачем оно мне, Василисенька? Как ты, может, хочешь стать молодой и красивой? Я ж не знаю. Ведь мы хотим одного и того же. Ты хочешь парня моего из ада вызволить? Зачем? Конечно. Конечно, девонька. Я хочу помочь тебе. Не то, что Санька. Он-то плетет в свои желания заговоры. Бесократ. Тьфу. Все проще. Нужно нам бесов извести. А если их не будет, кто твоего жениха-то удержит в аду? Ты думаешь, книга всех бесов может извести? Чего-то не знаю. Стал бы мне тогда тот черт-то помогать. Да кто? Ведь таково предание. Ох, я даже не знаю. Представь. Ни колдунов, ни окаянного. Как у Христа за пазухой заживем. Ну, объединимся. Не-не-не-не-не. Свежо, преданница. Довериться с трудом. Не, ну просто, знаешь, легче просто вот не верить никому. Стану я верить той, кто меня схватил и под замок-то бросил. Будь у тебя доброе намерение, ты бы сразу мне помогла, как мой дедушка. Дедушка, думаешь, он тебе помогает? Да он никогда тебя не любил. Врешь. Ему так же плевает на тебя с высокой колокольни, как мне на Санька. Вранье. Не веришь? А зачем мы учеников-то берем, сама знаешь? Чтобы черти на тот свет пустили. Ты ему для того только и нужна. Уж я-то знаю. На то мне этот поганый парень и нужен был. Да че нам с тобой? Мы бабы знаем друг друга. Как есть, скажу. Помогу печать-то открыть. Вместе будем? Ага. Да нет. Ты сама хуже бесов. Да я лучше самим сатаной печать последнюю открою, чем с тобой. А какая мне разница? Что ты, что Евлампович, да? Так вот, Евламповича я знаю, а тебя нет. Проклятая девка. Твоему парню не нужна такая ду. Думаешь, я тебя не одолею? Или ты не видишь, какой бес у меня в услужении? Это сам пермятский чирань. Он проведет тебя на тот свет. Няня, я не верю. Я все слышал. Видишь, Сашка, с кем ты связался? Ты только использовала меня. И ты тут. Лучше бы тебе оставаться со своими игрушками в усадьбе. Все, и нету Сашки. Ну а теперь мой черед. Черт. Что, вот так все просто, что ли? Раз и все. Ух ты, блин. Жалко парня. Книгой мне не страшна ни ты, ни твой черт паук. Не, ну паук на самом деле-то страшный. А что так много жизней-то у тебя здоровья? Чего это так много? Опухший язык. Опухший язык. Прошка, что происходит-то? Подожди. Не складь. 20. Сглаз для статус на фехех. Уменьшает значение всех накладываемых эффектов на 20. На 20 все накладываемые эффекты уменьшаются. Понимаешь? То есть, сглаз у меня 12, он бабах на 20. Это вообще там ничего получится, да? Это вот это он хочет на меня такое... Ну все, поехали, наверное. С чего-то надо начинать-то. Рот зашил мне, зашил. Ух, да тут много чего. Тут много чего на меня-то тут. Ну главное меня не складь это пугает. Уменьшает значение. Уменьшает значение. Сглаз удвоим. Хворь, я думаю, сейчас сниму... Прошку взял. Хворь я сниму сейчас с этой... Ммм... Петровым крестом. А, нет, яд здесь. А что мне хворь снимает за глаз? Такой непопулярный был... Трава, которой я никогда не пользовался. А вот, потайной лист. Давай снимаю. Все, завершить ход. Компьют. ВООБЩЕНСКИЯ КОНЕЦ 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 ну порчи-порчи ой порчи-порчи-порчи-порчи Порча-порча-порча. Как бы не знаю. Порча-порча. Васька, рот зашить. Хворь опять на нас. Сглаз. Да давай моря глубины чего бить, а почему нет? Почему нет? Сглаз все равно никуда не денется. Давай бить. Порча-порча хочет. Так, стойкость порчи, да? Ну давай сглаз. Давай так. А нет, тогда так не надо. Подожди, давай так. Ну и, не знаю, набожность. Ну пол хп-шки уже нет. Кровь загорись. Не, давай, знаешь, снимай негативный статус. Завершить. Помощников больше нет. Снимает все положительные статусы. Ну надо же, как мы придумали-то. Подожди, подожди, подожди. Подожди, а тут еще пряха. Ах, вот оно как. Вот оно как. Ты еще здесь сидишь, да? Нужно до тебя еще добраться. Ну давай порчу на тебя. Блин. Давай так, так. 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 А следующий снимает все положительные. Подожди. Подожди, подожди, подожди. Тогда крепкая. Еще порчу. Так. Кровь загорись. Снимает все негативные. Завершить ход. О, снова призвала. Ты смотри. Ну как же без них, да? Шесточет не склад снова, да? Хорошо. А, в тот момент, когда они перешли на пряху, снялись все негативные, да? Получается так. Ну ладно. Давай сглаз. Сглаз. Порча. Удвоим порчу. На всякий случай. Вот единственное, что мне не нравится. Мне не нравится, это не склад. Мне не нравится, это не склад. Шестнадцать тридцать. Шестнадцать тридцать. Удвоим. Снова не склад. Удвоим. Снова не склад хочет, да? Ну а мы порчу. Порчу. Порча. Порча. Что-нибудь так? Зашили мне рот уже вообще. Ничего не скажешь. Так, удвоить порчу, наверное. Продолжение следует. Так, 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 так. С глаз. Ну, что-нибудь. Порчу. Или подожди, давай так. Вот так. Хочет травить. Травить меня, конечно, хочет. Но что же делать. У нас цветок вшит в руку. Поэтому ничего не получается. Ничего не получается. Не знаю. Какая порча. Взглаз. Так. Так. Васька ППЛ бессмертная просто стоит и все. Прошка висит, наверное, просто уже спит. Ну, сейчас, если дело к пряхе перейдет, она все поснимает, конечно. Но, может, и не перейдет. Может, и не перейдет. Хорошо просто, что защита яда есть. Наверное, если бы этого не было, это доставило больших просто проблем. А сейчас никаких проблем с этим нет, да? Взглаз. Ну, пускай так будет. Так, а что же делать-то? Вот так. Все слетело, смотри, старушка. Бедная пряха. Ты жив там? И тут тебе не смертушка. Да, чудом уцелел. Могу помочь тебе с книгой. Я милку, клянусь. Я могу позвать Александра на последний обряд. Кто знает, как он может пригодиться для мертвой печати. Так. А вот сейчас вы тоже закрались некие сомнения. Мгм. Ну, они возникли у меня... Мгм. Пряха же говорила. Нужен колдун, да? Может быть, для мертвой печати? Может быть, просто придется кого-то приносить в жертву? Я могу позвать. Позвать или не позвать. Ну, давай позовем. Давай позовем. Если хочешь мне помочь, приходи на Михайловскую Ростань. Хорошо. Дай только в себя прийти. Выбравшись из подземелья, вы находите ваших знакомых, освобожденными от страшного колдовства пряхи. Они все еще немного не в себе, но вы чувствуете, что вскоре видовство спадет полностью. На крыльце вы обнаруживаете еще один пояс, сотканный из паутины. Лишенный порчи, он оказывается хорошим оберегом. А так и врагов минус три. Теперь найду деда Егора. Как тетя Марфа умирала. Вот у меня на памяти что. Угланом еще был дом, а кота за хвост таскал, ранец на палате закинул каникулы. Прибегает дружок мой, Колян. Айда к соседям, колдунья тетя Марфа помирает. Прибегли, и вправду старушка мучается, стонет, по постели мечется, и сметана молоко у нее из глотки хлещет. Ого, это настолько зажист свою поганую наворвало. И не помрет, пока все не отдаст. Так и было. Утром хозяйка в хлеб идет, а корова ее сухая. Ни капли молока колдунья ее дочь выдаила. Мужики уже потолок над теткой Марфой разобрали, трубу почту и открыли, чтобы душа вознеслась. У колдунов, видишь, душа тяжкая, дрехов. Ей трудно подняться. Еще бывало и крышу разбирали. А тетка Марфа приставилась, как все молоко и сметану вернула. Как все молоко. Она ведь наврала? Конечно. Это бабы языком мелят, как помелом. Ладно, домой, в Вильгард. И тут дождь идет в Вильгарте. Дедушка, ты дома? Дедушка! А дедушки нет. Дедушки нет. Черт. Ладно, этих чертов упоминать. И так уже надоели, всю душу вынули. Не знаю. Может быть и права, конечно, была бы пряха. Да, наверное, в чем там права? Не помер бы дед, если бы никому не передал, да? Ну так... Не передай мне свои... Возможности не... Не стало бы, Васька, даже пытаться, наверное, душу твоего, своего возлюбленного-то вернуть. В общем, не знаю. Посмотрим. Посмотрим. Сейчас, наверное, все. Спасибо, что смотрели. И пока-пока. До новых встреч. Пока.